Мы продолжаем погружаться в мир маршрутизации, дорогие зрители, но на этот раз мы поговорим о динамической маршрутизации. А именно, на этом уроке мы поговорим о протоколе динамической маршрутизации RIP. Вообще, динамическая маршрутизация — это положение, при котором раутеры сами оповещают друг друга о том, какие есть пункты назначения в сети. Раутер рассказывает другим раутерам, какие раутеры ему знакомы, а те заносят это в свою таблицу маршрутизации. Тут нам уже ничего не надо вручную вносить в таблицы маршрутизации раутеров. Раутеры сами обсуждают друг с другом, какие сети известны. Это делается по определенному алгоритму, протоколу. Один из протоколов RIP, есть и другие. Протокол RIP имеет ограничение. Он предназначен для сети, в которой количество хопов не превышает 15. То есть 15 удаленных друг от друга раутеров. Если расстояние между двумя раутерами превышает 15 раутеров между ними, то через такое расстояние один раутер не сможет уже ничего обсудить с удаленным раутером на том конце. Он будет думать, что та слишком далекая сеть вышла из строя. Есть множество теоретического материала по поводу RIP. Он весь не войдет в этот урок. Мы лишь научимся практически применять RIP и, разумеется, сделаем это все на конкретном примере. Мы научимся основам этого протокола и научимся его использовать. Протокол RIP уступает альтернативным протоколам, таким как EGRP или SPF. Уступает он в таких параметрах, как приведение сети в рабочее состояние. То есть при использовании других протоколов раутеры быстрее расскажут друг другу об изменениях в сети. А также, как я уже говорил, этот протокол ограничен размером сети. И у этого протокола есть и другие недостатки. Единственная причина, почему мы его используем, состоит в том, что его очень-очень просто настраивать. И он прекрасно работает в маленьких сетях. Не в каждой сети 100 раутеров. Если у вас маленькая сеть, 5, 6, 10 компьютеров, то RIP будет прекрасно работать, и его вы быстро настроите. Начнем с практики, с лабораторной работы. Давайте построим нашу сеть, нашу лабораторию. Возьмем много раутеров, создадим между ними всяческие переплетения, чтобы в нашей сети было интересно, чтобы были разнообразные маршруты. Вот так вот, допустим, у нас будут раутеры друг с другом соединены. В оконечных местах мы поставим свитчи и разнообразные сетевые устройства, которые обслуживают людей, человеческих пользователей. По краям сети поставим свитчи, компьютеры. Красные полоски, которые мы видим, это кабель Serial. Это не обычный кабель, потому что я тут в симуляторе выбираю автоматический кабель, и автоматически выбрался Serial. Это такой тип соединения, который чаще используется в One, интернетовской сети. Впрочем, в наши дни почти это не используется уже. Сегодня больше используются оптические кабели. В общем, я тут строю сеть, и в итоге все раутеры этой сети научат друг друга, куда и как что направлять, где что есть. Переговорив друг с другом, они сами настроят свои таблицы маршрутизации. Вот такова наша цель — добиться от них этого. Вот у этого раутера у нас даже будет три сети, у него три сетевые карты. К нему подключены сразу два свитча. Давайте одну из его сетей немного разовьем. Вот эта вот сеть будет у нас, допустим, сетью серверов. Тут в симуляторе есть специальные объекты, серверы. Вот они тут, наши серверы. И я даже внутри этих объектов тут могу настроить, какой это будет сервер. DHCP, HTTP и так далее. В общем, в симуляторе в этом можно также симулировать и сервер. Итак, этот раутер подключен сразу и к сети рабочих станций, и к сети серверов. Рабочую станцию давайте еще одну прибавим. Допустим, какой-нибудь лэптоп, чтобы все было жизненно. Я пытаюсь тут сделать. То есть, все компьютеры подключены к свитчу. А свитч одной из своих дырок подключен к раутеру. И у нас тут есть раутер с тремя выходами. А вот этот вот раутер выходит только на одну сеть пользователя. А вот этот вот только соединяет другие сети, к нему не подключен ни один компьютер. И он не выходит ни на одну сеть Ethernet. Он тут являет собой пример раутера, который полнит интернет. И тут есть еще один такой подобный раутер. Я тут увлекся расширением моей схемы. А пока я охвачен манией этого увлечения, обратите внимание, сколько у нас тут всего разных сетей. Сколько бы нам статических маршрутизаций, статик раутинг потребовалось, чтобы все тут настроить. Вот, например, это одна сеть. Не запутайтесь, свитч не делит ничего на разные сети. То есть тут и слева от свитча, и справа это все одна и та же сеть. И я тут поставлю метку этого симулятора, что это все такая-то вот сеть. Обозначу ее номером этой сети. Вот такой вот я хочу, чтобы у этой сети был номер. Вот это вот первая сеть, которая есть на всей этой схеме. А вот тут у нас вторая сеть. Вы не забывайте, да, каждый раутер смотрит на отдельную сеть. С каждой его стороны отдельная сеть. Сеть 2.0 у нас будет здесь. Здесь у каждой сети должен быть разный номер. Вы это помните. И между двух раутеров в той сети, где нету даже пользовательских компьютеров, это тем не менее является тоже сетью. Не забывайте, сеть это не только там, где есть пользовательские компьютеры. Там, где просто два раутера подключены друг к другу. Непосредственно это тоже сеть. Отдельная, уникальная сеть. В ней не могут быть те же номера, которые есть в других сетях, например. Здесь я не могу тоже задать сеть 4. Здесь уже должна быть сеть 5, допустим. Разумеется, номера сети не должны быть подряд по возрастающей или по убывающей. То, что они у меня тут по номерам сетей расположены подряд, не имеет никакого значения. И, конечно, когда вы делаете сеть для какой-то организации, вы для внутренних номеров сетей не можете использовать номера сетей, которые есть в интернете. Это не раз упоминается в более базовых наших фильмах. Своим внутренним сетям можно выдавать только специальные номера. 192, 168 и так далее, десятка и так далее, 172 и так далее, 172, 16. Вы помните. Итак, я тут достраиваю схему всей моей глобальной сети. И я уже тут насчитал, что у меня есть всего тут 9 сетей. Первая, вторая, вот третья, вот тут четвертая, тут пятая. Это шестая, седьмая, восьмая и девятая. Итого, у меня тут используется 5 роутеров, которые создают мне 9 разных сетей. Таким образом, каждому роутеру нужно очень много сетей других знать. Каждому роутеру должны быть знакомы все сети, в которые я собираюсь адресовать пакеты. Лишь вообразите, что в этом роутере мне пришлось бы внести 8 статик раутов. Сам по себе, будучи непосредственно подключенным, он знает только сеть 1 и 2. И я должен был бы ему объяснить, куда надо направить пакет, если этот пакет ищет сеть 3. А также, если он ищет сеть 5, 6, 7, 8, 9, все остальные сети тоже, куда он должен направить пакет. Что вот из этой сетевой карты нужно выпускать пакет в их сторону. То есть 7 статик раутов я должен был бы сделать. А вот в этом роутере 8 я был бы вынужден сделать. То есть, вы понимаете, никто не будет это делать вручную, слишком много работы. И главное, слишком много мест для ошибок. Записей 30-35 надо было вручную внести в раутеры. И если бы что-то изменилось, добавился бы раутер или убрался бы, надо было писать вновь. Понадобился вдруг нашей компании еще один здесь раутер. И если бы не было динамической маршрутизации, мне бы пришлось вновь все писать. В него тоже вносить нужный статик рауты. Кстати, что мы будем делать достаточно часто в продолжении нашей учебы. Раутеры можно соединять и так. То есть, в схеме всей глобальной сети могут быть циклы. Это вполне допустимо. И тогда появляется вся эта тема с приоритетами. По какому пути пакету лучше пойти? Я еще прожужу вам все уши об этом. А теперь мне предстоит труд по настройке всех адресов здесь в моей глобальной сети. Поэтому вот это вот творчество я сотру, чтобы не было столько уж много мороки. И настраивать все адреса я буду, используя этот интерфейс, для экономии времени, которого нету в жизни. И на экзамене тоже его нет. Но в симуляторе у нас есть tab.config, где можно очень удобно настроить адреса. И учтите, то что я это делаю так, это не педагогично. Тут есть такой tab.config в интерфейсе симулятора, который есть только в симуляторе. Впрочем, когда я в симуляторе с помощью этого интерфейса настраиваю адреса, симулятор показывает мне и команды, которые я должен был бы написать, чтобы добиться такого же результата в жизни. Нормальный учитель даже, пожалуй, не покажет этот tab ученикам. Кстати, лампочки не будут загораться зеленым, пока вы с двух сторон сети, со стороны обоих раутеров, не настроите все адреса. Так что не грустите, что лампочка осталась красной, хоть вы и настроили в определенном интерфейсе какой-то адрес. Ну, хотя бы, по крайней мере, очень сильно не грустите по этому поводу. Ну, мы умеем настраивать адреса раутеров, мы видели об этом фильмы, и мы это пропустим. Точнее, вы это благополучно пропускаете. Вот я тут все немного поднастроил, и я теперь задумываюсь о том, чтобы проверить связь с помощью пингов. Но для этого мне нужно настроить также и адреса компьютеров, чем я теперь и займусь, и чем мы уже с вами тоже много раз занимались в более базовых фильмах. Кстати, когда вы настроили адреса и проверяете связь с помощью пингов, опять же, не грустите слишком сильно, когда пинг с первого раза не проходит. Такое бывает. А потом вы, не изменив ничего, пробуете второй раз запустить пинга, и про него уже пишет Сексидот. Не очень-то обращайте внимание на первую неудачу пинга. В этом симуляторе. Я тут продолжаю настраивать все адреса, что вы проскакиваете. Хочу вам напомнить, что команды для этого вы должны знать, несмотря на то, что я показываю это вам в интерфейсе симулятора. Я тут ввожу адреса просто в определенных полях удобных окошек, но в жизни вы это делаете с помощью команд, которые вы должны знать. И еще я хотел вам дать совет. Когда вы учитесь в симуляторе, проверяйте идеи, которые появились у вас в жизни, опробуйте их в симуляторе, не забывайте периодически сохранять все, что вы построили в симуляторе. Потому что, скажем, если ваша кошка написает на ваш блок питания, то ваша работа не пропадет даром. Пропадет всего лишь блок питания, но не все, что вы настроили в симуляторе. Впрочем, этот фильм не о том, что делать, в случае, если кошка неожиданно написала на ваш блок питания. Давайте научимся использовать протокол RIP, Dynamic Routing. Для чего мы, собственно, тут собрались? В графическом интерфейсе симулятора тоже есть возможность настроить RIP. Но мы отвергаем этот tab.config, и мы выучиваем команды. Мы хотим понять и учить команды, поэтому мы заходим в командную строку. В командной строке давайте выйдем из всего, во что-то система без нас зашла, команда exit, и начнем, собственно, интересующую работу. Команда showiprout, с которой мы знакомы. Лектор назвал этот раутер kuma1, в переводе с ивритой этаж1. И команда showiprout показывает нам, что раутер по имени этаж1, собственно, знает. Не важно, как он об этом узнал, cable connected ли это, или static route, или же с помощью протокола AGRP, или RIP. Не важно, как раутер узнал то, что хранится в его таблице маршрутизации. В итоге он имеет эту таблицу и с нею работает. Сеть 8 и сеть 9, единственное, что знакомо этому раутеру. О существовании всех остальных сетей он не знает. Кстати, почему он не знает сеть 7? Давайте посмотрим. Он же к ней подключен напрямую. А, надо установить clock rate. Там, где соединение сериал, надо дать clock rate 9600. Нужно задать это в раутере. Я совершенно сейчас не питаю никакой слабости об этом говорить. О том, что там, где есть в симуляторе значок часов, надо дать clock rate 9600. Это нечто, что относится чисто к кабелю сериал. И то, что слишком далеко от темы этого фильма. Я сейчас совершенно не собираюсь обсуждать кабель сериал. Просто я забыл тут раутеру дать clock rate. И поэтому он не загрузился. Теперь давайте заглянем в другой раутер и убедимся в том, что он видит эту сеть. Теперь тот раутер, которому я только что дал clock rate, должен загрузиться. Выйдем из предыдущего блока команд и напишем show ip route. Или же нет. Давайте зайдем в другой раутер и оттуда убедимся, что только что настроенный раутер загрузился. На самом деле именно этот раутер меня волнует, стоящий на первом этаже. Exit, exit, show ip route. Show ip route. Посмотрим на его таблицу маршрутизации и мы видим, что он знает о существовании сетей 7, 8 и 9, будучи непосредственно подключенным к 7-й через соединение сериал и через соединение fast ethernet к 8-й и 9-й. А теперь заглянем в этот раутер, что знакомо ему. Кстати, когда в командной строке раутера зашли в какой-то блок команд, можно нажать ctrl z и выйти из этого блока команд. И я написал show ip route и вижу, что этот раутер знает о сетях 6 и 7. 6 у нас это это, а 7 это тут. Сеть 5 ему незнакома, опять же, из-за этого clock rate. Там я тоже забыл в раутере настроить clock rate, там тоже подключение сериал. В категории serial 3 нужно задать clock rate. Если вы используете кабель serial, то вам нужно написать команду, которая задает clock rate и указать значение 9600. Нужно задать, на какой частоте работает передача. И тогда раутер сможет загрузиться. Откуда мы это узнаем? В его командной строке мы пишем команду show ip route и наблюдаем то, что он теперь видит все сети. Теперь этот раутер видит все непосредственно подключенные к нему сети, а именно третью, шестую и седьмую. Почему третья? Это должна быть сеть 5. Я ошибся, я сказал, что он выходит в сеть 3, но на самом деле он выходит в сеть 5. Тут у меня сеть 5 вообще-то. Интерфейс serial 3 у нас выходит на сеть 5. Ну и вы видите, когда я в этом графическом интерфейсе симулятора настраиваю адреса, он пишет мне команды, вызывающие тот же эффект в жизни. А тут я правильно задал номер сети, давайте посмотрим. Да, тут я указал, верно. Что ж, готово. А теперь вернемся, собственно, к основному конфликту нашего кинофильма. Он заключается в том, что раутеру первого этажа знакомы сети 7, 8 и 9, но ему совершенно не знакомы остальные сети. Восьмая, девятая и седьмая. Мы видим, что это все, что он знает. Потому что это то, что непосредственно к нему прикреплено. Я бы мог ему написать команду static router. Таким образом, вручную, допустим, познакомив его с сетью 6. Но этот фильм посвящен не ручной работе, а протоколу RIP. Пусть этот протокол сам заполняет таблицу маршетизации этого раутера.